Доброго времени суток. Я вчера посмотрел видеоролик «Запрещенная ртутная сверхчувствительная антенна цифрового ТВ» своими руками. Святослав Вульф. Мы дружим со Святославом уже очень давно и периодически обмениваемся разной информацией. Я ему рассказываю о БТГ, а он рассказывает о своих творческих изысканиях по разным техническим устройствам, таким как батареи, так же как сделать антенну. Я у него периодически консультировался. И в данный момент он сделал все-таки запрещенную ртутную антенну, которую я, кстати, еще в Союзе хотел сделать, но что-то боялся, потому что реально ходили слухи, и что антенна ртутная, она создавала помехи и проблемы. И я, естественно, боялся, а в советское время попасть в тюрьму было расплюнуть. Естественно, что я ее не делал. Но уже после Союза руки не дошли. И все-таки единственный человек, который я увидел, который реально сделал, это Святослав. Он, потому что если вы сейчас вбьете в Google, ну, то есть в YouTube даже начнете искать антенну, вы ее не найдете. То есть ни один человек не выложил видео, тем более описание, как сделать эту ртутную антенну. Это единственный человек, который действительно сделал ртутную антенну. Вот так вот она выглядит. Это ртутная антенна. Здесь я поставлю ссылочку на это видео. Вот он здесь находится в поле. Он поставил телевизор. Вот. И тюнер подсоединил. И это ртутная антенна. Она на самом деле ловит вышку, которая находится за... Как бы они находятся специально. Они как бы находятся здесь в поле, в яме. Вот здесь вот этот вот ртуть находится... Она здесь, конечно, плохо видно. На кончике. Вот она. Вот ее можно видеть. Сама антенна. И вот этот ртутный датчик. Вот здесь она. Вот она четко видно. И когда они подключили телевизор через тюнер, то фактически все каналы, которые были украинские и польские, она начала ловить. То есть это не просто сказка, не просто вымысел, а реально работающая ртутная антенна. И он сейчас... Вот я сейчас на самом деле, он ждет меня. Потому что мы с ним... У нее камеры нет. Но я думаю, по голосу можно узнать, что это сам Святослав. Мы с ним разговариваем по скайпу. И он может пару слов в свое подтверждение, ну, как бы рассказать об этой антенне. Как он ее делал. И там были вопросы некоторые под видео. Он кое-что расскажет. Именно непосредственно, чтобы не я пересказывал, а чтобы Святослав. Ну, как делал антенну, можете, кому интересно, посмотреть видео. А по поводу того, что она реально рабочая. Да, правда. Это сравнение, что я могу сказать. Что вот с этим ртутным датчиком, она работает точно так же, если бы поставить туда усилитель. Антенный усилитель. То есть, если ставим усилитель, усилитель точно такой же эффект дает, как этот ртутный датчик. Если снять ртутный датчик, антенна вообще ничего не принимает, не ловит. В той яме, где мы находились. А если ртутный датчик мы поставим, то она принимает точно так же, как с усилителем. Датчик, к сожалению, мы разбили этот, поэтому я выпущу видео, еще одно, специально для заинтересованных, чтобы показать, что антенна без датчика ничего не ловит, а также сейчас я собираю еще одну антенну, она будет полностью из стекла и ртути. Потому что вот эта первая антенна, я просто хотел посмотреть, вообще интересно ли людям эта тема, есть ли заинтересованные, я посмотрел, что многим это действительно интересно, и я решил сделать другую антенну для Wi-Fi, она будет только из стекла и ртути, то есть там уже не будет ни латуни, ни меди, ничего, то есть я думаю, она будет еще мощнее. Я тебя понял, слушай, Святослав, еще такой вопрос, вот там многие под твоим видео задавали, почему она запрещенная, объясни. Ну, зачем объяснять, я думаю, кто понимает, он и так понимает, там находится ртуть, ртуть, она не разрешена для таких антенн, потому что есть такие слухи, но я не знаю, я это еще, конечно же, не проверил, но я обязательно это проверю, дает ли она большие помехи, я хочу сделать какой-то волномер, ну, я еще не знаю, как правильно это сделать, но я хочу узнать, дает ли она помехи, при том не просто на скалах, а наглядно показать, какие помехи она дает. Я тебя услышал, потому что с моей точки зрения, то есть как я уже только что вступление сделал, то я рассказал запрещенное, потом про свою причину, что в союзе она действительно была запрещена, но сейчас как бы не союз, типа все типа можно, но в то же время, как бы если она действительно создает помехи, как говорили, что даже влияет на самолеты, на радары и так далее, то это могут быть проблемы, то есть ты снимешь продолжение видео по поводу Wi-Fi, сделаешь стеклянную, и ты также сделаешь то, что покажешь сканером или чем ты будешь, создает она помехи или нет, так что ли или не совсем? Ну я хочу собрать волномер, измеритель напряжения поля и попробовать им заснять, есть ли помехи, возле нее или нет. То есть излучает она что-то или нет. Ага, я услышал тебя. Хорошо, вопрос такой, ты вот в своем видео рассказал, что эта антенна, она как бы дает такое как бы ртутное поле, как ты это понял? Ты это прочитал или ты это экспериментально? Нет, это я читал, это я нашел, я на самом деле перед тем, как сделать это видео, я очень много и статей перечитал, и форумов, то есть много есть дискуссий по этому поводу, и это как бы экспериментальные подтверждения тех людей, которые этим тоже занимались. Угу, я понял. То есть занимались, но я видео не видел, и ты, я так понял, не видел, чтобы кто-то сделал. Видео никто не делал, потому что я думаю, что те, кто занимались, они занимались не вчера и не год назад, и еще при Союзе, а тогда как бы не было возможности ни видео записать, ни где-то вот так вот к этому доступу это рассказать. И получается, что до нас эта информация уже дошла немного искаженно, и не все, что дошло, это правда. То есть другими словами, скорее всего, судя из твоего, то, что ты мне рассказал, что она не такая уж страшная, как о ней рассказывают. Да, я тоже думаю, что она не такая страшная, как о ней рассказывают, но самое главное была моя задача действительно проверить, ну, дает она хоть что-то или нет. И все-таки я увидел, что она действительно сигнал усиляет. То есть как... Возможно, она не так усиляет, как говорят, потому что, ну, по легенде, на эту антенну можно было поймать чуть ли не весь мир, не все каналы мира. Ага. Такого эффекта как бы нет, но сам эффект, что усиление есть, это уже, я считаю, много о чем говорит, что она дает такое усиление, как усилитель. Угу. То есть такое впечатление, как будто ты купил усилитель... Да, как будто я поставил в разрыв усилитель и с ним начал поиск канала. Хотя мы на видео четко я показал, что усилителя нету, только есть антенна и сразу она входит штекером в гнездо Т2-тюнера. То есть без этой ртутной антенны ничего не работает? Когда-то ее... Без датчика ничего не находит. То есть или усилитель, или этот ртутный датчик. Угу. Понял. Я об этом отдельно хочу заснять видео, потому что вот это первое видео, оно и так я максимально пытался укоротить, показать только самое важное, и все равно оно получилось на 17. Вот это достаточно долгое видео. И если бы я куда еще показывать сравнение, это бы уже получилось на полчаса. Я решил, что я лучше запишу несколько серий. Кому это нужно, кому это интересно, он посмотрит все серии. Ну, мне это было очень интересно, потому что я, во-первых, был удивлен, что ты взялся за такое нелегкое дело. И через пару дней, через неделю я выпущу новое видео, где будет антенна только ртуть и стекло. То есть посмотреть в сравнении, что такая антенна даст. Все, я тебя услышал, я понял. Хорошо, спасибо тебе большое. Будем прощаться. Все, до свидания. С нами был Святослав Вульф, который любезно согласился рассказать об этой антенне дополнительно. Я ссылочку поставлю на видео. Посмотрите, кому это интересно. Лично для меня, как радиоэлектронщик, я был шокирован и приятно удивлен, что вообще хоть кто-то нашелся, выложил видео и сделал такую антенну. Всем до свидания, счастья, удачи и процветания. Обязательно подписываемся на Святослава канал. И также не забываем о моем канале. До свидания.